МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Потому что за неисполнение федерального закона может быть наложена административная ответственность. В Азове состоялась конференция по обсуждению трудового законодательства. Вот уже вторую неделю никого нету. И до этого они придут, два дня поработали, неделю нету. Два дня поработали, неделю нету. Комфортной среды в этом году не предвидится. Выставка «Город мастеров» открылась в выставочном зале «Меценат». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Государственная инспекция труда Ростовской области провела в Азове конференцию по публичному обсуждению результатов правоприменительной практики в третьем квартале 2018 года. Для участия в конференции в Городском дворце культуры собрались руководители предприятий разных форм собственности, специалисты по кадровой работе и охране труда, представители Азовской администрации, профсоюзный актив. Как сообщила заместитель главы администрации Азова по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Елена Скрябина, в последние годы согласованные действия в сфере социально-трудовых отношений строились на основе трехстороннего и двухстороннего сотрудничества, а также коллективных договоров. В 2016 году в городе Азове заключено городское трехстороннее соглашение между администрацией, общественным советом по координации деятельности профсоюзных организаций города и некоммерческим партнерством Совет директоров и предприятий и организаций города Азова. Сегодня на территориальном уровне продолжается работа по заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве администрации с предприятиями города. В 2018 году администрации заключено и пролонгировано 56 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями и организациями всех форм собственности. В рамках соглашений бизнес участвовал в решении ряда общегородских проблем, оказывал спонсорскую помощь творческим и спортивным коллективам. Кроме этого, Елена Скребина обратила внимание руководителей предприятий и организаций всех форм собственности на необходимость провести оценку условий труда наемных работников до конца текущего года. Потому что за неисполнение федерального закона работодателя может быть наложена административная ответственность. Но я думаю, что чем платить штрафы, то лучше эти средства, наверное, направить на улучшение условий труда своих работников, на их финансовое стимулирование. Главный государственный инспектор труда в Ростовской области Николай Федянин напомнил о принятом законе, по которому возраст выхода россиян на пенсию увеличен на 5 лет. Я прошу понять меня правильно. Мы сегодня в зале не обсуждаем правильность или неправильность данного закона. Одобряем мы его или не одобряем. Закон принят, мы просто принимаем его к исполнению. Поэтому наша задача, задача федеральной службы, это постараться соблюсти все пункты закона и принять все меры, исчерпывающие меры, для того, чтобы люди предпенсионного возраста никаким образом не были, в отношении них никаким образом не были нарушены законы. В структуре занятого населения региона насчитывается около 2 миллионов человек. Из них более 4-20 тысяч в предпенсионном возрасте. При этом Николай Федянин подчеркнул, что на протяжении последних нескольких лет случаев дискриминации работников предпенсионного возраста Государственной инспекции труда в Ростовской области не выявлено. Татьяна Иваченко, Александр Истомин, Азов.Инфо В первых числах июня ростовская строительная компания «Дон» приступила к благоустройству общего двора домов номер 48А и Б по Петровскому бульвару по федеральной программе. По просьбе жителей, возмущенных срывом графика работ, редакция 5-го канала неоднократно освещала ход реконструкции. Что изменилось в многострадальном дворе к сегодняшнему дню, увидели наши корреспонденты. Практически все лето и большую часть осени жители домов номер 48А и Б верили обещаниям руководителя подрядной организации «Дон» Минаса Поповяна ускорить ход работ по благоустройству общего двора. Первоначальный срок окончания работ, 1 сентября, неоднократно переносился. При этом во дворе мало что менялось. Сегодня собственники сравнивают работу подрядчика с каким-то варварским вторжением. Вот уже вторую неделю никого нету. И до этого они придут, два дня поработали, неделю нету. Два дня поработали, неделю нету. Многие месяцы жители вынуждены наблюдать за странными методами работы строителей, за крайне нерациональным использованием материалов, в том числе и по установке бордюров. Бордюры положили. На сухой бетон положили, они уже попадали, они уже от ветра попадали. В 8 утра провезли, машина, миксер провезла бетон. Они тут начали его ложить, только после обеда начали ложить. Он уже высох. Жительнице этого дома Клавдии Зинченко тоже пришлось стать свидетелем этого процесса. Привезли бетон, загрузили. В пол одиннадцатого уже работники с кофе, со стаканчиками шли из ларька, сели, посидели, отдохнули. А в час дня, когда они начали вот эту часть ложить, они бетон разбивали лопатой. И когда он его брал на лопату, он у него рассыпался. Но тем не менее, они не прекратили кладку. А сегодня утром заходит мой муж и говорит, представляешь, пацаны бегают по бордюрам, они падают. А наш дворник Виктор покричал им, поругался. Ну что, дети есть дети, они убежали, да и все. Бордюры лежат. Это прошлую субботу положили, никто не пришел, даже не проверил, как они лежат. Вернее, как они стоят, стоят ли они, что с ними происходит. По-прежнему по территории двора не только трудно, но и опасно передвигаться. Мы просто в ужасе. У нас был двор лучший, чем вот сейчас вот уже с июля месяца, с июня месяца, у нас вот это что творится. Пенсионерки у нас 80-летние ходят с палочками, через бордюры это не перешагивают, спотыкаются, падают. И с колясками вообще проблема. Сегодня большинство собственников, которые длительное время вынуждены мириться с пылью, грязью и неудобствами, высказывают сожаление о том, что они вообще вошли в программу по благоустройству. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. В преддверии 100-летнего юбилея Ленинского комсомола в Ростовской области стартовала региональная эстафета «Кольцо комсомольской славы». Цель которой – сохранить историческую память о вкладе молодежной организации комсомола в развитии нашей страны. Сегодня очередной этап областной эстафеты состоялся в Азове. Подробности в сюжете. В Азовском музее-заповеднике в преддверии столицы ВЛКСМ молодежь Азовского района передала юбилейную папку с информацией о комсомольцах своего муниципального образования юным азовчанам. Папка Азовского района включает о знаменательных и интересных мероприятиях, о ветеранах комсомольцев. На сегодняшнем мероприятии вы могли познакомиться поближе и приняли участие в нашем мероприятии Касапалов Алексей Борисович, директор Высочинской школы, который в свое время был первым секретарем райкома комсомола Карелии, представитель комсомольской первичной организации колхоза «Ленинское знамя» Демитченко Виктор Федорович. Ну и ребята собирали интересные материалы. Ученица Высочинской школы Диана Русаева рассказала ученикам встречи о комсомольских годах директора своего образовательного учреждения Алексея Борисовича Касапалова, который в молодости являлся первым секретарем Медвежьегорского райкома в республике Карелия. По словам школьницы Алексей Борисович и сегодня не забывает добрые комсомольские традиции и старается прививать их современным школьникам. Часто мы теперь ходим в походы с его гитарой еще с комсомольских лет. Она с ним неразлучна, можно так сказать, она его лучший друг. Мы проводим мероприятия. Вот недавно у нас был День туристов. Мы тоже пели песни под гитару. Ходим в походы уже несколько лет. Мы ездим в лагерь Чумбур-Касалия там тоже благодаря Алексею Борисовичу. То есть он многое что делает для нашей школы. Областная эстафета «Комсомольское кольцо славы» продолжится до 29 октября и завершится в Ростове-на-Дону на областной встрече, посвященной столетию ВЛПСМ. Людмила Улихина, Ксения Никифоряк, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отличная новость для жителей садоводческих товариществ, расположенных на юге-востоке Азова между улицами Дружбы и Московская. Вы можете подключиться к интернету со стабильной высокой скоростью, отличным пингом, возможностью просмотра смарт-ТВ и играми онлайн. Узнайте о технической возможности по телефону 421-43. Предложение ограничено. Принимаются заявки на подключение от дачных и садоводческих товариществ «Энергетик», «Механизатор», «Искра», «Данские зори», «Восточная», «Заря», «Восход», «Машиностроитель КПО», «Рыбник», «Трикотажник», «Машиностроитель 1 КПА», «Мичуринец 1», «Мичуринец 2» и «Дружба». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команда состоит из трех человек. Участие платное. Заявки принимаются до 26 октября. Каждая команда при жеребьевке получает золотое кольцо, которое закрепит на одном из сазанов и выпустит окольцованную золотую рыбу в пруд. Всех ждет богатая донская кухня и выступления народных азовских коллективов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ловите, ловите, улыбка большая-большая, чтобы мой папа победил. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 27 октября. Золотой сазан 2018. Ждет вас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заработная плата в России растет беспрецедентными темпами, как в реальном, так и в номинальном выражении. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Такие результаты он связывает в первую очередь с повышением минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Наши корреспонденты решили выяснить, повысилась ли заработная плата у азовчан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр труда Топилин заявил о росте зарплат россиян в 2018 году. Он сообщает, что зарплата выросла на 11%. Скажите, а ваша зарплата выросла? Нет, не выросла. Как вы относитесь к заявлению министра? Мы им не верим. И наш весь коллектив выравняет всех минималку. И минималка так у всех и идет. И очень жаль. А цены-то растут на все. Полная прихня. Так и все правительство. Ну, на какой там мизерный процент в этом году нам подняли зарплату. Зарплата выросла на 11%, говорите? Ну, я бюджетник, примерно на это, наверное, и выросла. У нас же не выросла, и это брехня. Ну, дочка у меня работает, муж работает. Ну, я не знаю, было на эти 11% или нет, по-моему. Ничего там особенного не повысили, чтобы явно ощутить. По информации Ростов-Стата, в 2018 году средняя заработная плата в Донском регионе составляет 27 600 рублей. Несмотря на это, государственная статистика подтверждает слова министра труда. Ведь по опубликованным данным, сегодняшний уровень зарплат на 10,7% выше прошлогоднего. Однако, по мнению горожан, это не соответствует действительности, что подтверждает, например, оплата азовских медиков. Откуда берутся данные о темпах роста заработной платы, остается загадкой. В художественном зале «Меценат» открылась уже полюбившаяся азовчанам ежегодная выставка «Город мастеров». Несмотря на то, что это мероприятие стало традиционным, каждый раз здесь с удовольствием собираются ценители азовских талантов. А те, в свою очередь, не перестают удивлять зрителей многогранной фантазией и удивительными работами. В этом году в масштабную выставку вошли экспозиции картин и изделия прикладного искусства. На встречи с прекрасным побывали наши корреспонденты. Наш город, он город исторический и очень известный в средние века. Азак и Тана, они действительно славились и своими мастерскими, и той торговлей, которая осуществлялась на территории этого города. И очень приятно, что традиции продолжаются. И сегодня на выставке 47 авторов представляют свои работы. Они интересны, они показывают различные техники, в том числе и очень современные техники декоративно-прикладного искусства. Поэтому я думаю, что азовчанам будет интересно посетить меценат в период проведения этой выставки и ознакомиться с работами своих земляков. Ежегодная выставка «Город мастеров» каждый раз объединяет азовских художников, скульпторов и умельцев декоративно-прикладного искусства. Сегодня в экспозиции представлено более 700 творческих работ. Среди них живопись, произведения из глины и стекла, а также скульптуры. Помимо привычных картин, вышитых крестиком, зрители впечатлили работы Татьяны Мещеряковой, которая освоила необычные направления вышивку лентами. Я купила книгу, потом, конечно, спасибо интернету нашему, там хорошие уроки. Потом начала покупать наборы из Китая. И вот такой кропотливый труд. Но он чем еще интересен? Что, например, крестик, он и есть крестик, только цвет ниток. А вот здесь ты уже цветок к цветку одинаковый не сделаешь. Вот, например, сейчас я демонстрирую три картины. На ней цветы. И глупо было бы, если бы подошли сейчас люди и сказали, вот научилась делать розочки, везде лепит розочки. То есть, если это дачный участок, что на даче? И ирисы, и ромашки, и подсолнухи, и все. Их нужно все сделать из ленточек. Конечно, это очень интересный, но кропотливый труд. Кроме картин, Татьяна Петровна представила декоративных кукол, которые сделаны с мельчайшими подробностями. И кажется, что они вот-вот оживут. Как-то прикипела я к куклам из ваты, наверное, потому что сам материал такой вот он теплый. И как-то к нему прикипаешь, долго работаешь, отдаешь душу, вселяешь, потом куколка сожила. С детства любимое занятие Лесси Хейла – вязание кружев. Сейчас рукодельница освоила несколько техник в этом направлении – Вологодская и Елецкая. И впервые представила свои работы на суд зрителя. Это дело просто очень любить надо, поэтому вместо телевизора, просмотра телевизора, я стараюсь уделить время какому-то рукоделию. И какие-то успехи уже получаются. Шию сама занимаюсь, там, вязанием, филейно-гиперной вышивкой. Ну, тут несколько работ представлены. Филейно-гиперная вышивка – это самая большая работа в технике вологодского кружева. Вот это много времени занимает. Занимаюсь я где-то вот именно как лучшими кружевами лет 8 или 9. Ну, остальными видами побольше. А так вообще с детства люблю всякое рукоделие. И очень люблю это занятие. Познакомиться с творческими работами азовских умельцев и посетить город мастеров можно будет до 25 ноября. Ивана Пажинцева, Александр Истонин, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Далее новый выпуск программы «Голос минувшего». Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до новых встреч. В пятницу 26 октября пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8-10, ночью плюс 5-6. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Влажность воздуха 87%. Уровень воды в реке Дон на 10 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 13 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова